Добрый день, программа из первых рук. С вами Эльмира Ержанова и представляю нашего гостя народный артист России, профессор Российской Академии Музыки имени Негнесиных Александр Цыганков. Добрый день, Александр Андреевич, добро пожаловать в нашу студию, добро пожаловать в наш город. Очень рада вас видеть, тем более вы приехали с очень интересной программой. Думаю, для активенцев это прекрасная возможность послушать музыку, послушать звуки такого инструмента интересного русского народного, как Дом Ра. Какую программу вы привезли в Ак-Тубе? Из чего будет состоять сегодняшний вечер? Вы знаете, в основном это мои произведения. Сегодняшний концерт я начну с последнего, с одной из частей своего последнего сочинения, потому что я еще и член Союза композиторов Российской Федерации, славянского концерта. Причем это сочинение «Дома об Украине», ну и в свете последних политических событий, очень злободневно, так сказать, вот я немножко расскажу об этом, об этой части именно. Ну и будут такие концертные, яркие, виртуозные обработки, такие как «Под Испань», «Чистушки». Ну вот, например, я даже могу вам сыграть немножечко. Очень красивые, да, звуки? Да. Вот в то же время и классика нашего жанра. Вот мы будем, например, с Арсайином Басагара играть дуэтом в конце знаменитый концерт Будашкина. И, кстати, вторая половина концерта, первая будет с фортепиано, а вторая половина концерта, там, вы знаете, это будет как музыка разных народов. Вот оркестр, да, оркестр идет с казахской музыки начнет, потом «Карабейники», вот, потом, скажем, «Голубка», потом «Джазовая Боя». Узнаете, кстати, «Банжо», да? Очень имитируется хорошо этот инструмент. Инструмент очень интересный, и тем более столько разных звуков созвучно может воспроизводить. Расскажите подробнее о нем, потому что «Дом-Ра» созвучен с казахским национальным инструментом «Дом-Ра». Там буквально в одной букве разница. А вот что общего между ними? Вы знаете, вообще, вот этот инструмент когда-то называли тоже не «Дом-Ра», то есть, на первое, а «Дом-Ра». И вот, и тогда вообще практически одна буква. Но инструменты, в общем-то, разные, хотя семейство, семья, этот инструмент тоже ведь пришел восточное происхождение, из семейства тамбуровидных инструментов. И у него есть сестры, например, Тар в Азербайджане, и рубаб, афганский, кашкарский рубаб, ну, конечно, «Дом-Ра», хотя на «Дом-Ре» играют, как известно, пальцами. Это очень ритмичный такой, очень яркий. Я, кстати, очень люблю, когда играют на «Дом-Ре». Вот, поэтому этот инструмент называется в Казахстане «Прима», вот, чтобы не было путаницы. И музыканты, которые играют, «Примачи». И существует тоже образование. Правда, хотелось бы, чтобы более распространенное это было образование на русских народных инструментах в Казахстане тоже, потому что, в общем, мы очень близки тоже, и очень дружественные связи между двумя странами. И мне, конечно, очень приятно, что казахские традиции, казахские народные инструменты в большом почете вот в этой стране. К ним отношения очень уважительные, они распространены. Они, та же «Дом-Ра» — это участник и свадеб, действительно инструмент уклада народа. Это очень приятно. Надо сказать, что у нас не такое, вот, как бы, ну, мы не можем похвастаться вот таким в России расположением к нам. Особенно, кстати, вот средств массовой информации. Я сейчас, мы беседовали с вашим музыкальным редактором, вот, и хотелось бы, чтобы у нас средства массовой информации на «Балайку-Дом-Ра» обращали такое же внимание, как в Казахстане, вот, на казахские народные инструменты. Александр Андреевич, вот такой вопрос у вас, любовь к «Дом-Ре», когда проснулась, как это начиналось, и насколько вот сейчас именно среди молодежи вы проводите пропаганду свою именно этого инструмента? Вы знаете, она проснулась совсем недалеко отсюда. Дело в том, что я сам вообще-то амич, я родился в Омске, и пять лет моей детской жизни связан с городом Оренбургом. Вот там я начал ходить во дворец пионеров, а в семье мой дедушка меня научил играть на мандолине. Это инструмент очень тоже похожий на «Дом-Ру». Вот, и потом, когда я вернулся в свой родной Омск, и зашла речь об обучении в музыкальной школе, мне сказали, нет, мандолины в музыкальной школе у нас на мандолине мы не обучаем, но есть «Дом-Ра». И вот мне показали этот инструмент, ну, я взял, дали мне медиатор в руки, видите, мы играем плектором, медиатором. Это потому что струны, да, жесткие были? Да, я попробовал. Вам понравилось? Мне понравилось. Ну, а что, мальчишке, надо? Если у него получается, я буду учиться. Вот, что касается о пропаганде, да, действительно, ну, вот, может быть, в условиях какой-то определенной информационной блокады, я имею в виду, знаете, в порыве европеизации и американизации, у нас иногда любят так отодвинуть свое, и вот все туда к этим культурным ценностям Европы. Они не всегда бывают, кстати, адекватными. Полностью сами согласны. Да, надо тоже выбирать. Вот, и тем не менее, система работает. Видите, я профессор Академии Гнесиных. У нас существует школа, колледж, так сказать, вуз, аспирантура. И вот я, надо сказать, приехал в Казахстан, вот если вы, наверное, хотите меня спросить, а цели вообще приезда? Я приехал по целевой программе. Такая программа образовательная. Это Министерство образования Казахстана приглашает педагогов из других государств для общения со студентами. Вот это самая главная причина. И, конечно, здесь очень большую роль мой друг Исейн Басагара тоже сыграл, потому что он такой настоящий подвижник вообще народных инструментов, в том числе и дом репримен, на который он сегодня будет играть. Вот, и вот это второй мой приезд. Ну, а так как Исейн сам уроженец и воспитывался в колледже, так сказать, города Актюбинска, вот, он, вот, филармония, Актюбинская филармония, которая исполняется 70 лет, между прочим, это юбилей, вот в рамках юбилея пригласила меня с сольным концертом, я с удовольствием приехал, мне очень ваш город нравится, и я вчера был даже на казахской свадьбе. Даже так, в первый раз? Да, на казахской, на японской был, вот на казахской был, и был в восторге, конечно, я. Очень радует, очень приятно. Вот, хотелось бы такой вопрос задать. Насколько ощущается поддержка со стороны правительства вашего именно в направлении музыкального, развития музыкального искусства? Вы знаете, ну, вот, я просто хочу сказать, конечно, закона в области культуры у нас пока нет. Вот сейчас разрабатывается основа государственной политики в области культуры, в России, как известно, год культуры, вот, и у нас даже 20 февраля я был приглашен на круглый стол, который проводился в Совете Федерации, и основная задача и этого стола круглого, значит, на нем были представители всех промыслов, так сказать, промыслов, музейные, так сказать, руководители, министр культуры регионов, вот, и вот Дом народного творчества, я тоже там был, и вы знаете, что очень ценно у нас вот сейчас эта идея, которая у вас уже, она реализована, у вас есть канал специальный телевизионный, который посвящается народным промыслам, и фольклору, и в том числе и профессиональному искусству, у нас еще это в области идеи. Вот я надеюсь, что вот в этом законе, который будет принят народному творчеству, будет тоже уделено должное внимание, вот, и будет самое главное открыт федеральный канал по пропаганде народного творчества, в том числе и академического направления. Вот, и просто вот, опять же, я хочу повториться, то есть все работает, система работает, у нас правительство выделяет транш на приобретение инструментов, вот, надо сказать, что в конце года, как правило, Совет Федерации приглашает с концертом новогодним именно представителей народного творчества, это коллективы, танцевальные, вот, инструментальные, оркестры, именно вот перед Новым годом именно такой концерт. Ну, просто пожелание к средствам массовой информации, столичным причем, чтобы побольше можно было показывать вот эти плоды музыкального образования. Сейчас мы знаем, в России проводится год культуры, вы какое участие в нем принимаете, какие показываете концерты, мастер-классы проводите, либо какая работа проводится? Ну, вы знаете, что вот у меня как-то год культуры, он каждый год у меня происходит, потому что я постоянно меня приглашают, я на свою невостребованность пожаловаться не могу. Меня действительно приглашают, я являюсь председателем конкурсов, вот только что к вам вот как раз приехал, закончились Дельфийские игры в городе Волгограде. Кстати, они с этого года открытые, то есть я надеюсь, что больше представителей казахского народного инструментального жанра будет принимать участие в наших играх, которые будут проводиться в последующие годы. Поэтому, ну, просто хочу сказать, что вот у меня мой сезон, как говорится, вот как обычно сезон заканчивается в июне, будет выезд в Крым, в Крым на фестиваль имени Георгия Шендарева, в город Симферополь. И я просто хочу сказать, что я не знаю, как сейчас этот фестиваль будет проходить, но когда Крым был под юрисдикцией Украины, у нас два фестиваля прошли, ну, нормально, в общем-то, они прошли, за исключением того, что, может быть, оркестр очень маленькие зарплаты там получал. Но будем сейчас надеяться, что, может быть, оркестр станет таким настоящим профессиональным государством, с какими-то зарплатами, ну, то есть это будет профессиональный коллектив, как ваши вот казахские оркестры. Александр Андреевич, пару минут осталось до окончания эфира, можно послушать композицию, отрывочек в вашем исполнении. Как он называется? А? Как называется? Ну, я вот даже не знаю, я вот сегодня как раз буду начинать, вот я уже сказал, ну, не фрагментом, одной из частей своего славянского концерта, вот. Я просто хочу вам наиграть темы, которые будут звучать. Это замечательная украинская народная песня «Месяц на небе». Вторая тема из этого концерта. Вот, кстати, мы сыграем сегодня же и венецианский карнавал Никола Паганини вместе с Арсаином вдвоем. Он тоже будет играть на премии. Вот, и, кстати, джазовая вещь прозвучит. Ну, вот такие вот. Спасибо огромное. Спасибо, что пришли в нашу студию, посвятили свое время, обрадовали нас. Удачи вам и успехов. Спасибо. Уважаемые зрители, напомню, что в гостях у нас был народный артист России, профессор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова